Почти миллион гектаров зерновых от септориоза и ржавчины вылечили в Кустанайской области. Обработка полей проходила с середины июля и до середины августа. Заболеваниями посевов боролись в основном в северной части региона, а вот на юге области болезни не прогрессировали, из-за чего такой географический дисбаланс и почему этому не рады фермеры, узнавал Артем Грапов. Нуркат Ташмагамбетов растеневодством занимается больше 20 лет. У него почти полторы тысячи гектаров. Засеял их фермер в оптимальные сроки, провел химобработку. В общем, все сделал по науке. Но погода вносит свои коррективы. На следующий год, наверное, не буду сеять. В этом году плохой урожай у меня. Из-за аномальной жары почти все сгорело. А вот болезней на посевах не было. Хоть где-то удалось сэкономить. Это и есть обратная сторона медали. Из-за аномальной жары в южных регионах области заболевания посевов зерновых не наблюдалось. А вот в северных районах, таких как Корабалыгский и Узенкольский, напротив, септорез и ржавчина прогрессировали всему виной осадки. И иногда... При сильном ветре с районов, приграниченных с Российской Федерацией, где большая лесосепная полоса, это Челябинск, Курганская область, возможно проникновение ржавчины. Но у нас это на контроле. Постоянно проводятся обследования. И своевременно проходит химическая обработка против болезней зерновой. В этом году в Кустанайской области 800 тысяч гектаров, или пятая часть от всей площади посевов, были заражены. Химическая обработка полей в регионе проходилась с середины июля и до середины августа. Аналогичную работу на своей территории проводят и россияне. Причем действия у сторон параллельные и четко скоординированы. Уровень межгосударственной уже давно приобрела и борьба со стадной саранчой. Были выработаны конкретные меры противодействия, но и соответственно, как с нашей стороны, так и с казахстанской, определенные финансовые ресурсы для того, чтобы эту тему каким-то образом купировать и предотвратить распространение. В этом году в Кустанайской области распространение стадной саранчи, речь идет об итальянском пруссе, было выявлено в трех районах. Это Камыстинский, Амангельдинский и Женгельдинский. Там численность насекомых зафиксирована была выше экономического порога вредности. В итоге ядохимикатами специалисты обработали почти 10 тысяч гектаров.